так как у нас на спицах нечетное количество петель нам нужно убрать нашу центральную петлю для того чтобы у нас получилось две половинки а с равным количеством петель по 38 петель этого мы с вами в лицевом ряду вяжем до первого маркера не довязывая одну петлю довязав до маркера номер один не довязывая одну петлю снимаем эту петельку убираем маркер переснимаем на левую спицу и провязываем две петли вместе то есть мы с вами центральную петлю провязали вместе с петлей которая была у нас перед маркером номер один теперь у нас на спицах равное количество петель с левой и с правой стороны по 38 петель далее мы с вами берем трикотажную иголку у меня вот такая пластиковая отрезаем нашу нить отмерив перед этим сантиметров 70 80 длины больше нам не понадобится продеваем нить в иголку и приступаем к сшиванию наших половинок жевать мы с вами будем от затылка к лобной части швом петля в петлю и так приступаем тем как мы сами начнем сшивать мы сами одну петельку закрепим как показано на видео мы через петлю на спице которая ближе к нам просто из внутренней стороны протаскиваем ниточку таким образом ее закрепляя а далее мы сами приступаем уже к сшиванию наших половинок Начнем сшивание с дальней спицы. В первую петельку снаружи вовнутрь протаскиваем иголочку и снимаем эту петельку, протаскивая всю нашу нить. Следующую, во вторую нашу петельку мы протаскиваем иголку изнутри наружу, но эту петельку вторую мы снимать не будем. Протащив нитку, приступаем к спице, которая ближе к нам. Здесь аналогично, в первую петлю снаружи вовнутрь также просовываем иголочку и снимаем петлю со спицы. Протащив нитку через эту петельку и сняв ее, приступаем ко второй петле. Иголку во вторую петлю мы будем протаскивать также изнутри наружу. Сейчас я вам покажу, как это делается. Все на самом деле очень просто. Вот смотрите, изнутри наружу мы с вами проталкиваем иголочку, но эту вторую петельку мы с вами не снимаем. Теперь переходим к следующей спице. Здесь то же самое. Первую петлю протаскиваем снаружи вовнутрь иголку и снимаем эту петлю сразу же одновременно. Протащив всю ниточку, нам теперь нужно через вторую петлю этой же спицы продеть нашу иголку изнутри наружу, как на видео. Вторую петлю со спицы не снимаем. Тянув нитку, далее переходим к следующей спице. Опять же, через первую петлю снаружи вовнутрь протаскиваем нашу иголку и снимаем эту петлю. С вторую петлю этой же спицы изнутри наружу протаскиваем нашу иголочку. Петельку вторую, как обычно, мы не снимаем. И после всех этих манипуляций снова переходим к следующей спице. Через первую петельку снаружи вовнутрь протаскиваем нашу иголку и снимаем эту петлю, протаскивая нашу нитку. Вторую петельку мы протаскиваем нашу иголку изнутри наружу и вторую петельку мы не снимаем. Вот таким нехитрым способом мы с вами закрываем капюшон. Далее вы вяжете самостоятельно, без меня, чередуя первую и вторую спицу. Петимся, когда закроем полностью капюшон. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...